Тем временем Ирики Лалов на оперативном совещании рассказал о работе с пятиэтажками на красной линии. Он отметил, что несмотря на популярность того же проспекта Октября, площадь домов здесь используется неэффективно. Власти видят два варианта развития событий. Это реконструкция, то есть обновление фасада и настройка этажей, или по московскому пути реноваций снос старых домов и постройка новых. Правда, застройщики в этом не заинтересованы, потому что не видят экономической выгоды. Они подошли к своему физическому и техническому износу, эти объекты. И для города громадная проблема стоит. Это вот как сейчас мы решаем проблему ветхого аварийного жилья двухэтажных бараков. Следующие на этапе будут через 10-15 лет эти дома. Тем более сейчас, в принципе, поменялись подходы к формированию городского жилища. Вы знаете, у нас, допустим, вот в Москве, по данным открытых источников, до 15% уже квартиры-студии так называемые. Мы сейчас на красных линиях худо-бедно за счет регионального оператора работу выполняем, там, по какой-то эстетической, так сказать, модернизации этого жилья, плюс инженерную инфраструктуру внутри домовой. Но главной задачи не решаем. Также он выступил против билбордов. Сейчас в историческом центре их стало гораздо меньше, но работу необходимо продолжать. Еще, по словам мэра, не следует увлекаться крышными установками. Они очень опасны при ураганном ветре. В частности, Лалов предложил обратить внимание на опыт других городов, где популярна реклама в виде медиафасадов. Тем более медиафасады, значит, сложно выполнить технически. Они позволяют там создавать не только рекламные картинки, но и в том числе на всевозможные праздники создавать соответствующую архитектурную подсветку.